Вера человека в исцеление имеет огромную целебную силу. Она способна окрылить, поднять на ноги, повлечь к новым достижениям и свершениям. Вера является залогом исцеления человека от тяжелой болезни. В этом мы убедились, познакомившись с Вячеславом Дорохиным и Натальей Коржан, которые живут в городе Попасное Луганской области. Будучи в онкологии, глядя, как, ну чисто здесь сидя по-человечески сказать, там раз в неделю, два в неделю на носилках кого-то выносят, то тут, по-моему, выбора нет. Лучше попробовать нетрадиционно и все остальное, чем оказаться на том месте. Мне настолько хотелось, чтобы ему это помогло, потому что, ну, это чудо, лекарство. Эти люди ощутили на себе целительную силу метода Гагика Авакяна. Они охотно рассказали нам свои истории. Ну, я много лет уже предприниматель. Все началось с того, что я начала желтеть. Я поняла, что что-то с печенкой. Сделали штаммографию мне. И там, значит, было крупноузловой цирроз печени. И жировая дистрофия, вот это такой диагноз поставили. У меня такое состояние было, никуда, ни сил, ни энергии, ни аппетита вообще. Муж привез газету медицинскую, дал почитать. Я прочла все это, как там пишут люди отзывы. Ну, в общем, я как-то в это поверила, настолько я поверила. У меня настолько вера такая была, что я должна вылечиться. Я, конечно, поехала. Я с сыном в октябре вот поехала. В Гагика Саркисовича взяли это лекарство. Начала пить на восьмой день. У меня начало как-то вот появляться силы, как-то больше, больше энергии стало. Ну, пропила я четыре курса, и я так себя уже, можно сказать, очень даже хорошо почувствовала. Сдавала я кровь, и с каждым разом у меня улучшались аллаты, осады, печеночные пробы. Ну, и на весну я уже тогда вышла на работу. А потом уже я стала по рецепту с книги Авакяна, стала сама собирать травы и пролечилась вот это вот. Ну, у меня, в принципе, сейчас уже у меня не ставят цирроз печени, у меня ставят просто хронический гепатит. Наталья Ивановна рассказала про целебную силу метода Авакяна своему знакомому, Вячеславу Дорохину, больному раком кожи. На тот момент он проходил четвертый курс химиотерапии, которая постепенно вела его к инвалидности. Значит, образовалась в виде родинки, не обратил внимания на все эти вещи. Ну, а потом, когда стал уже кровоточить и мешать, обратился в Стахановскую онкологическую больницу областную. Где после, значит, среза отправили на анализы, обнаружили меланому третьей степени. Он, значит, был прооперирован в 2008 году. Меланома, ну, это образование такое в виде родинки с черным пятном. Значит, сначала ничего не беспокоит, потом начинается в виде шелушения, вот. Потом кровоточение начинается с нее, и она, меланома, вообще дает много заболеваний онкологических. Меланома узловая. В чем это заключается? Это, значит, кровеносные узлы, как, если по-русски сказать, завязываются, начинается опухоль, именно узла кровеного. Прооперировали меня, удалили очаг меланомы. Предложили, не наставили ничего, предложили химиотерапию. В тот момент я посчитал, что это не очень серьезная такая болезнь, и чувствую я себя хорошо, и здоровый человек, какую-то там химию из-за чего-то, из-за какой-то родинки. В принципе, я настоял, чтобы не делать химиотерапию. Значит, мне назначили укол раз в неделю, там, уколы какие, значит, на повышение иммунитета. В августе месяце образовалось подмышечный узел. Он согласился на операцию, и 5 сентября, нет, 15 сентября, значит, прооперировали меня. После этого назначили жесткую химиотерапию. После химиотерапии облысел. Это не передается. Во-первых, что не мог в присутствии даже перенести человека курящего. Не только именно на запах и реакция такая. Была тошнота, рвота, не прием пищи, никаких побочных какие-то запахи. Сделали мне 4 курса химиотерапии. Значит, в этот момент привезли мне диск. Я отказываюсь от 5, 6, 7, 8 курса. Помимо этого, значит, когда химиотерапия, значит, сразу, если по окончанию 8 курсов, инвалидность давали. В чем это заключалось? Это запрет на профессию и все остальное со всеми последствиями. 15-16 января я уезжаю в Харьков. В течение месяца так боли стали успокаиваться и ощущать я таких адских болей не стал. После прохождения курса лечения в Харькове Чавокеана, значит, состояние нормальное у меня, прогрессии болезней нет, линфоузлы замерли. Чувствую себя нормально, чувствую неплохо, работаю, тружусь физически по дому и непосредственно на предприятии, на благо себя, на семье. Метод академика народной медицины Гаги Кавокяна признают ведущие медики по всей Украине. Мы встретились с директором Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова Академии медицинских наук Украины, доктором медицинских наук, профессором Юрием Леонидовичем Балянским, который поделился с нами своими впечатлениями о Гагике Саркисовиче. Могу сказать, как пациент, более пяти лет я принимаю ваше лекарство и чувствую себя, в общем-то, неплохо, даже с учетом того, что я перенес тяжелейшее оперативное вмешательство на полном мозге. Больному человеку нельзя оставаться в одиночестве, ведь в борьбе с недугом большую роль играет поддержка близких и родных. Важно также, чтобы врач не опровергал альтернативный метод лечения, если тот помогает пациенту. Нужно понимать, что физическое состояние человека отображает состояние внутреннее, а все болезни, как известно, от нервов. Пока человек не познает своего спасителя, эта душа в нем внутри не может быть спокоен. Нервы крепкие бывают и здоровье у того человека, который умеет прошать. Искренне просить прощения и уметь прощать других – это большой труд. Это душевные усилия, которые необходимо приложить, чтобы получить исцеление. Я увидел бы этот диск до начала химиотерапии, я бы просто не согласился на эту химиотерапию, я бы поехал к Авакяну. Я сама как бы поверила, я сама избрала этот путь к выздоровлению. И помог Гагик Саркисович. Это мой путь здоровья. Наши герои доказали, что борьба за жизнь требует этих усилий. Нужно только принять ту помощь, которую дает академик Гагик Авакян. В следующей программе вы познакомитесь с жителями Купинска, Любовью Кошкиной, у которой была опухоль желудка, и Андреем Банзюком, больным рассеянным склерозом. Сейчас я прошла три курса. Прошла я один курс, получила биопсию с Харькова. Уже у меня тогда клеток не было. И сравнить с тем, как я кричала ночами, как дети сидели возле меня, как прибегали мне уколы, делали скорую и вызывали. Сейчас, конечно, это небо и земля. Я обратился к Гагику Саркесовичу в 2000 году. Пройдя первые два курса, я заметил улучшение и положительный результат.